А ты знаешь, что барбершоп с пятью креслами может зарабатывать 2,2 миллиона рублей, из которых 550 тысяч владелец кладет себе в карман? Не веришь? Давай разбираться! Всем привет! И вы на канале ЯБородач. И сегодня мы поговорим не о стрижках, не об укладках и даже не о косметике. Сегодня мы обсудим, а сколько же денег может и должен приносить своему владельцу барбершоп. Именно этим видеороликом мы открываем серию, посвященную управлению барбершопами. Наверное, у тебя возникает вопрос, а кто же я такой и почему я имею право рассуждать на такие темы? Давай я тебе расскажу. Меня зовут Павел Никольский. И последние 4 года я занимаюсь тем, что обучаю владельцев барбершопа управлять своим бизнесом. Я являюсь директором по развитию партнерской сети барбершопов в Бородач. И последние полгода я занимаюсь тем, что руковожу проектом по развитию нашей же партнерской сети, который называется «Акселератор Бородач». И у нас уже есть первый результат. За последние 3 месяца наши партнеры увеличили свою выручку, участвуя в этом мероприятии, на 30-50%. И мы продолжаем двигаться дальше. Другими словами, я разбираюсь, как устроена эта отрасль, я разбираюсь, как устроен барбершоп, и я в точности знаю, как сделать так, чтобы барбершоп приносил большие деньги. Для начала стоит сказать, что барбершопы, да и вся отрасль бьюти в целом, это отрасль сервиса и продаж. Я не просто так подчеркиваю про сервис, так как в действительности наши любимые, наши дорогие клиенты возвращаются все больше и больше именно за обслуживанием, а не из-за хорошей стрижки. Поверь мне, это аксиома. Но об этом мы с вами поговорим в следующих видео. Так как же мы получили выручку в 2,2 миллиона рублей, а чистую прибыль на уровне 550 тысяч? Да все просто. В любом бизнесе, и в нашем в том числе, существует так называемая формула денег. Итак, вот она. Да, из чего же состоят твои 2,2 миллиона рублей по выручке? Тут ты видишь, что 2,2 миллиона рублей равны количество завершенных записей, или по нашему трафик, умноженное на средний чек. И теперь давай разберем подробнее каждое из этих понятий. Итак, завершенная запись. Это тот трафик, который может быть и должен быть в твоем барбершопе. Наш трафик практически на 90% перерастает в завершенные записи. Это отличие нашего бизнеса от другой индустрии сервиса и продаж. Поэтому нам не приходится пока, по крайней мере, говорить о таком понятии, как конверсия. И, соответственно, сейчас в нашей формуле денег мы ее не видим и вовсе не будем учитывать. Приведу пример. В автомобильном бизнесе конверсия из трафика в продажу составляет где-то около 15-20%. Что это значит? Это значит, что из 100 вошедших клиентов какой-то дилерский центр или какой-то конкретный продавец может заключить всего лишь там 15-20 сделок. И конверсия в этом случае составляет 15-20%. В нашем бизнесе все по-другому. И поэтому мы с вами берем упрощенную формулу без конверсий. Количество завершенных записей зависит от того, сколько у тебя кресел. То есть сколько клиентов твой барбер конкретно или твоя команда или в целом твой барбершоп физически может пропустить через это одно кресло. Давай возьмем за точку отчета, что из 12-часового рабочего дня 1 час всегда выделяется на обед. И кресло по-любому будет простаивать. Значит, одно кресло работает в среднем 11 часов в день. Это максимальный показатель. И давай возьмем за установку, что в среднем одна мужская стрижка длится час. Это значит, что за рабочую смену кресло может пропустить в день 11 клиентов со стрижкой. То есть сделать 11 завершенных записей. А это значит, в свою очередь, что за 30 дней это же самое кресло через себя может пропустить максимально 330 клиентов. И получить 330 завершенных записей. 330 стрижек. А теперь давай посчитаем, какой же максимальный трафик может быть в барбершопе на 5 кресел. То есть, какое максимальное количество клиентов может обслужить твой барбершоп в месяц, если в нем 5 кресел. Итак, у нас получается, что это 1650 человек в месяц. Да, мы 330 завершенных записей на одном кресле умножаем на 5. И получаем, что максимально в месяц барбершоп, состоящий из 5 кресел, может пропустить через себя 1650 клиентов. Те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Но не бывает так, чтобы барбершоп каждый день и весь месяц подряд на 5 креслах работал со 100% загрузкой. В нашей отрасли хорошим значением по загрузке всего барбершопа является цифра на уровне 60%. Именно ее мы и будем рассматривать. При достижении такой загрузки можно смело сказать, что твой барбершоп работает действительно эффективно. Поэтому нашу цифру в 1650 клиентов в месяц мы умножаем на 60%. И получившиеся 990 завершенных записей мы смело вставляем в нашу формулу денег. И у нас осталась еще одна неизвестная. Это средний чек. Давай же разберем, что это такое и каким он должен быть. В нашей отрасли хороший средний чек равен стоимость стрижки плюс 30-40%. Эти проценты получаются за счет реализации дополнительных услуг и продуктов. Ну то есть за счет продажи дополнительных услуг и косметики. Давай возьмем для примера стоимость стрижки в 1700 рублей и прибавим к нему 30%. И мы получим с тобой средний чек на уровне 2210 рублей. Это значение говорит о том, что твой барбершоп и каждый твой мастер в отдельности работают эффективно. И теперь это значение 2210 рублей. Давай подставим в формулу денег. Итак, смотри, что же мы получили. Теперь мы заполнили все неизвестные в формуле денег. Вуаля! И вот они твои 2,2 миллиона рублей выручки в месяц. И нам осталось лишь рассчитать чистую прибыль. Или сколько же бабок ты можешь положить к себе в карман. Для нашей отрасли хорошей рентабельностью нашего бизнеса, то есть бизнеса барбершопа, считается рентабельность на уровне 20-25%. И у тебя возникает вопрос, а куда же деваются остальные 80% или 75%? Сюда входит плата за аренду, заработная плата мастеров, админов и другого персонала, постоянные и переменные расходы. Теперь, зная как рассчитывать каждую переменную в нашей формуле денег, ты можешь смело рассчитать возможную выручку именно твоего барбершопа с твоим количеством кресел и с твоей стоимостью стрижки, а значит с твоим средним чеком. И тут я хочу сразу дать тебе реальные цифры, которых достигают наши топовые партнеры по сети. А именно, выручка в 1 250 000 для трех кресел, или выручка на уровне 1 750 000 для четырех кресел. Итак, надеюсь, я помог разобраться тебе немного в своих цифрах. И теперь ты знаешь свою точку B, то есть ту цифру по выручке, к которой ты можешь стремиться, которую ты можешь пытаться достигать. Но я хочу сделать одну очень важную поправку. Те цифры, которые ты видел в этом ролике, они не совсем точные по очень простой причине. Дело в том, что на каждый из этих показателей, на средний чек, на трафик, на коэффициент загрузки, ты можешь влиять как собственник бизнеса. С помощью своих простых, правильных, эффективных, ежедневных действий. Обзвон клиентской базы, собрание, обучение своих мастеров и так далее, и так далее, и так далее. Но обо всем этом мы будем говорить с тобой в наших следующих видео. А сейчас я предлагаю тебе подписаться на наш канал и обязательно поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые полезные видео. А также я жду от тебя комментариев и вопросов по сегодняшнему ролику, на которые я отвечу лично сам. Сегодня на канале я, Бородач, с вами был Павел Никольский. До новых встреч, пока!